Это итоги недели. Студии Ольга Васента. Здравствуйте. А вот заголовки уходящих семи дней. Выгодные кредиты, дешевые овощи и упрощенный процесс в Беларуси со следующего года ведут онлайн-регистрацию недвижимости, когда начнут тестировать систему. На верность Родине новое пополнение приняло военную присягу. Это торжественный, волнительный момент для родителей, для самих военнослужащих. Как это было? Второго шанса не будет. Ребенка госпитализировали в учреждения здравоохранения. В стране проходит акция «Не оставляйте детей одних». Какова цена мгновения? Чистый город. В Бобруйске продолжается генеральная уборка. Когда будешь проходить мимо твоего любимого места, будешь понимать, что здесь вложен твой труд. Куда направят средства? Без грусти. Вся жизнь впереди. Для выпускников 25 мая прозвучит последний звонок. Что в программе? Экономический крах, продовольственная бедность и бушующая стихия. Тропический циклон МОКО обрушился на Мьянму и задел Бангладеш. Сколько пострадавших? Через солидарность и сотрудничество к миру и безопасности президент провел встречу с участниками заседания парламентской ассамблеи ОДКБ. Глава государства констатировал, те негативные тенденции, о которых неоднократно говорилось в течение прошлого года, становятся внешнеполитической реальностью. Наращиваются присутствие и наступательный потенциал Североатлантического альянса у западных границ ОДКБ. Проводится масштабное учение. Ускоренными темпами модернизируется военная инфраструктура, в том числе в сопредельных странах. Несмотря на стремительный спад уровня жизни, ухудшение экономических перспектив в европейских странах Запада идет на эскалацию международной напряженности. И голосами политику Атрита признается в том, что готовится к войне. Центральной ареной противостояния, полем боя на нашем континенте остается Украина. Из-за военного столкновения, в которой нарушены все важнейшие сферы межгосударственных отношений. Политическое, экономическое и гуманитарное. Усилиями наших западных оппонентов Организация Объединенных Наций, ОБСЕ, превращается в институты давления и конфронтации. И заметьте, думаю, вы меня в этом плане поддержите. Но если ОБСЕ – это Организация Безопасности Сотрудничества в Европе, но если в Европе разгорается этот конфликт. Но пора бы уже просто собраться на высшем уровне, посмотреть друг на друга и принять какие-то решения. Или хотя бы поговорить не сможем принять. И мы с россиянами много раз предлагали – давайте, давайте встретимся, обсудим проблемы. И что это специальные военные операции? Ноль. Никакого обсуждения не надо. Это говорит о том, что надо одно – надо война. И они делали все для того, чтобы подвести нас к этой войне, чтобы развязать эту войнушку. Александр Лукашенко заявил, наша страна и дальше будет продвигать принципы справедливого и многополярного мира. Содействовать выработке гарантий обеспечения коллективной безопасности и стабильности. Беларусь, напомним, председательствует в организации с ноября 2022-го. Рекордная отметка, сокращенный график и борщевой набор. Март не собирается устанавливать ценовой потолок на основные овощи белорусского производства, что показала новая система стаб-фондов. Громкие итоги недели. Далее в специальном обзоре. Белорусский экспорт достиг рекордной отметки в 11 миллиардов 700 миллионов долларов. Это максимальный уровень по итогам работы в первом квартале за последние 10 лет. Поставки за рубеж выросли на 12%. Несмотря на санкции, найдены новые логистические цепочки и рынки сбыта. Наибольший вклад в прирост обеспечили потребительские товары. Основным партнером по-прежнему остается Россия. Март не собирается устанавливать ценовой потолок на основные овощи отечественного производства, но полностью контроль не прекратит. В этом межсезонье впервые применили новую систему стаб-фондов борщевого набора. В него входят лук, свекла, картофель, яблоки, капуста и морковь. Зарезервировано около 142 тысяч тонн этой продукции. Объем рассчитан под полную потребность розничных сетей и бюджетных организаций. Кредиты для бизнеса стали более доступны, что способствует росту экономики. Ставки в апреле продолжили снижаться на фоне замедления годовой инфляции. Средняя для юрлиц – 8,8%. Для физлиц – 10,8%. Это меньше предыдущих значений. По-прежнему наиболее привлекательный уровень доходности финансовой организации предлагают по долгосрочным депозитам. В стране с 2024 вводится онлайн-регистрация недвижимости. Перевод административных процедур Национального кадастрового агентства в электронный вид существенно упростит процесс подачи документов и получения решения. Этой возможностью смогут воспользоваться физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели. Уже с октября специалисты начнут тестировать работу системы. В ближайшее время планируется сокращение рабочего дня для многодетных. Такую возможность рассматривает Минтруда. Главная задача – обеспечить баланс между семьей и карьерой. Поддержка от государства весомая. Выплачиваются пособия, выделяются льготы и оказывается материальная помощь. Большое подспорье – семейный капитал. В этом году сумма почти 30 тысяч рублей. Торжественно клянусь, в вооруженных силах страны новое пополнение приняло присягу. Порядка 10 тысяч новобранцев, которых призвали на срочную военную и службу в резерве, произнесли клятву на верность Родине. Церемония традиционно прошла в кругу родных и близких. До этого дня пополнение весеннего призыва постигало азы армейской жизни – от правильной шнуровки берцев до огневой подготовки. Главных героев торжественного ритуала отпустили в первое увольнение. Кто-то провел время с родными до вечера, а кто-то – сутки. По возвращению – ответственная служба в воинских частях. У детей нет крыльев. В Беларуси участились случаи падения с высоты. Только в конце апреля произошло сразу два инцидента. Сделать окна безопасными – такая же необходимая мира, как, например, бустер в автомобиле. Рассматривать москитную сетку в качестве защиты точно не стоит. Она не рассчитана на вес даже самого маленького ребенка. Какие еще опасности таит в себе весна? Горит квартира? Да, быстро, там ребенок дома. Ребенок дома? Он один там? Да, тут такое страшновато. Быстрее, пожалуйста. К месту вызова. А это многоэтажка на Ковзеном. Спасатели прибыли за считанные минуты. Один дома. 13-летний мальчик. Известно, что он делал поделку и обжигал ее спичками. Тушил и выбрасывал. После обнаружил, что на кухне загорелось мусорное ведро. Благо, не растерялся и позвал на помощь. В результате пожара ребенка госпитализировали в учреждении здравоохранения с предварительным диагнозом отравления продуктами горения. Предварительной причиной такого пожара стала детская шалость. Беда не приходит одна. Особенно, если ребенок остался без присмотра. На волоске от смерти оказалась и двухлетняя девочка из Молодечном. На этих кадрах видно, как малышка держится за карниз, а после камнем падает вниз. От неминуемой гибели ее спасают бельевые веревки. И это далеко не первый случай в этом году. Похожая ситуация произошла в Минске. С еще большей высоты сорвался двухлетний мальчик, чудом выжил. Во избежание подобных трагедий спасатели рекомендуют оборудовать окна различными блокирующими устройствами. У нас двое детей. Мы поставили девятый этаж, чтобы дети были всегда под присмотром, не лазили на окна, на подоконнике. Дети такие юркие, что у каждой секунды может сыграть роль важную. У меня стоят такие ручки специальные для окна. То есть я все-таки берегу своих детей. Нужно окна держать закрытыми при детях и контролировать за детьми, а не заниматься своими делами. Пятилетняя девочка утонула в подвале. Двое детей утонули в искусственном водоеме. Шестилетний мальчик утонул в бассейне. Заголовки новостей в летний период то и дело шокируют. Случаи и места трагедии разные, а вот причина одна – недосмотрели. Беспечность, как известно, уносит жизни. Купальный сезон еще не начался, а количество смертей уже пугает. Большой опасной стоят в себе несанкционированные пляжи. Акватории в запрещенных местах не обследованы. Подростков туда так и манит. Пример прошлогодний, когда 14-летний юноша погиб, споткнувшись под водой о железобетонных остатках строительства моста и утонул. На 15 мая текущего года в Республике Беларусь погибло от утопления 115 человек, включая четверых несовершеннолетних. Самые тяжелые травмы, как показывает статистика, дети получают на проезжей части. Причем виновники в 80% случаев – взрослые. Перевозят малышей непристегнутыми и без автокресел. Другие просто не успевают среагировать вблизи пешеходных переходов. За примерами далеко ходить не надо. На Минской в конце апреля не разъехались Рено и электросамокат. Дети 10 и 11 лет двигались по тротуару на одном девайсе. Водитель в это время поворачивал направо и не уступил дорогу. Благо, обошлось без пострадавших. Госавтоинспекция призывает родителей безопасно перевозить детей, а также напомнить юным пешеходам и велосипедистам о правилах пересечения проезжей части. Объясните детям, что выход на дорогу из-за стоящих транспортных средств очень опасен. Кишат скрытыми опасностями и хитрыми уловками и социальные сети. МВД предупреждает. В последнее время увеличилось число груминговых преступлений. Теперь педофилы знакомятся с детьми онлайн, принуждают к близости не с помощью угрозы насилия, а через манипуляции и шантаж. Порой выдают себя за ровесников жертвы. В других случаях, наоборот, не скрывают свой возраст и втираются в доверие. Родителям важно на более ранних этапах установить доверительные отношения со своим ребенком, знать, с кем он дружит, знать, где он проводит время и чем он там занимается. Точно так же родители должны насторожить появление нового человека в жизни их ребенка. Этой особенностью подростков могут воспользоваться взрослые для того, чтобы решить какие-то свои проблемы. И таким образом дети могут быть втянуты в противоправные действия. Легкие деньги – еще одна проблема поколения Z. Беда в том, что нередко закладчиками запрещенных веществ становятся дети. Подработку опять же находят в социальных сетях. Незнакомцы, как правило, выходят на них сами. Подростки ведутся. Обороты наркотиков – миллионы долларов. Только вот цена погубленных жизней дилеров абсолютно не волнует. И это не говоря уже о том, что от курьера до потребителя всего один шаг. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Максим Галеонко. Итоги недели. Лоск в каждом уголке. В Бобруйске продолжается весенняя генеральная уборка. На этот раз все силы бросили на приведение в порядок дворов, внутридомовых территорий и строительных площадок. Деньги направят на благоустройство города. С пользой провести время на свежем воздухе с самого утра целыми коллективами вышли тысячи людей. Тем более и небесная канцелярия не подвела. За кисти, лопаты и грабли взялись те, кому не безразлично, как выглядит малая родина. Красили ограждения, высаживали цветы, облагораживали пешеходные зоны. Упор на качество и эстетику. Замечательная погода сегодня. Мы собрались своим коллективом, чтобы помочь нашему городу в покраске парапетов. Нам уже подготовили работники ЖКХ, очистили от старой краски. Поэтому работать будет легко, но и с настроением. И будет красиво, когда будешь проходить мимо твоего любимого места, будешь понимать, что здесь вложен твой труд. Большое дело субботнего дня стало уже хорошей традицией. Каким будет наш город, область, страна, зависит от каждого. Чисто должно быть всегда и везде. Такому принципу следуют белорусы. Ведь уют и порядок – часть нашего менталитета. На коротком поводке страну на прошлой неделе потрясли сразу несколько страшных новостей. Собаки загрызли своих хозяев. Инциденты произошли в Жодиной и Новогрудском районе. Подобные истории с шокирующим финалом в очередной раз напоминают – мы в ответственности за тех, кого приручили. И здесь вопрос не только в наморднике и прививках. Что касается выгула, где можно и нужно это делать, ответ прост – в специально отведенных местах. И речь явно не о детских площадках и городских парках. Во всех аспектах острой темы разбиралась Татьяна Горбач. Анна Александрович неразлучна со своей любимицей Марикой. О Вестхайленд Уайт Терьере девушка мечтала с детства. На Новый год ее желание сбылось. Вечерние прогулки – особый ежедневный ритуал. Собака не агрессивная и содержится на поводке. Мы всегда на прогулках убираем за своей собакой. У нас есть пакетики специальные. И мы хотим, чтобы каждый хозяин поступал таким же образом, потому что очень приятно гулять по чистой улице и приходить домой в аккуратные обуви. Прогулка с собакой – неотъемлемая часть жизни с четвероногим другом. Казалось бы, что может быть проще, но везде есть свои нюансы. При себе необходимо иметь совок и полиэтиленовый пакет для того, чтобы убрать за питомцем. В зоомагазинах огромный выбор приспособлений для этих целей. Также ветеринары советуют обзавестись поводком, который позволит контролировать хвостатого, не сковывая его движений. Если животное выше 25 сантиметров, обязателен намордник. В нашем магазине предоставлен широкий выбор намордников из кожи, из нейлона, на любой кошелек. Большой выбор ошейников и поводков от 6 рублей и до 20. Также у нас предоставлены рулеточки на любой вес животного. Выгуливать собак разрешено только в специально отведенных местах. В каждом районе города есть огороженные площадки, которые оснащены различными элементами, что позволяет четвероногим вдоволь порезвиться на свежем воздухе и не пугать прохожих. А вот во дворах домов, парках, скверах, стадионах на территории школы больниц это делать запрещено. Закрыт вход с животными в кафе и рестораны. С крупной собакой погулять без поводка это нереально. Все боятся, поэтому с поводков не отпускаем. Площадка хороша тем, что собаку можно отпустить с поводка. Здесь ее можно и подрессировать, и позаниматься с ней. Щенков надо регистрировать до 3,5 месяцев. Узнать более подробную информацию можно в администрации района. Собак опасных пород поставят на учет только, если у хозяина есть сертификат о том, что он прошел обучение и знает, как обращаться с такими животными. За четвероногого друга раз в квартал надо платить сбор. Например, налог на овчарок, волкодавов, мастифов и догов около 55 рублей. В других случаях хозяева отдадут максимум 11. Содержание животных регламентировано постановлением Совета министров об утверждении правил содержания домашних собак, кошек, а также от лова безнадзорных животных в населенных пунктах Республики Беларусь. Нарушение правил содержания животных влечет наложение штрафа от 1 до 15 базовых величин. Если вы взяли собаку с улицы, обязательно покажите ее ветеринару. Нужно сдать кровь. Чумка, энтерит, бобезиоз – далеко не весь список опасных болезней, которые может подцепить пес. От них есть вакцина, но сразу колоть ее нельзя. Сначала надо прогнать глисты и обработать животное от блох и клещей. Пока результаты анализов не придут, лучше 2-3 недели подержать питомца в карантине и снова к врачу. Тогда вашему псу и домочадцам ничего не грозит. Если вы планируете вывезти животное за границу, то целесообразно животных чипировать. Вживляется маленький чип под кожей, это практически безболезненная манипуляция. И в принципе можно выезжать, и этот идентификационный номер будет внесен в международную базу чипированных животных, и там будет информация об этом животном и о владельце. По правилам в одной квартире можно содержать не больше двух животных, но есть исключения. Скажем, если живут две семьи, то каждая вправе завести питомца. В любом случае, комфорт четвероногого и безопасность окружающих – наша ответственность. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Станислав Чичерин. Итоги недели. Первые каникулы – ты по всем скучаешь. В Бобруйске последний звонок прозвенит 25 мая. «Прощай, школа» скажут 1151-ти классников нашего города. Торжество начнется в 12 часов на Площади Победы. Ребят поздравят творческие коллективы. После праздничная колонна прошествует до Площади Ленина. Здесь программа рассчитана до 15 часов. А уже 10 июня по всей стране пройдут выпускные вечера. Проведут их в учреждениях образования. Президентские выборы – полный дефолт и экологическая инициатива. Катар взял на себя обязательство сократить выбросы парниковых газов. Как быстро наступит зеленый переход. Далее громкие заголовки мировых новостей. Впервые в истории Турции состоится второй тур выборов президента. По итогам первого Эрдоган, действующий глава государства, набрал 49,51%. А лидер оппозиции Кемаль Кылыч Дороглу – 44,88%. Все дело в том, что ни один из кандидатов не достиг 50%. А это один из основных показателей Победы. Голосование намечено на 28 мая. Окончательный исход окажет немалое влияние на глобальную политику. В США 1 июня наступит дефолт, если Конгресс страны не примет мер по ограничению долга. Совет экономических консультантов администрации Байдена прогнозирует неутешительный исход. Свыше 8 миллионов человек станут безработными. Оборот на фондовом рынке сократится вдвое, уничтожив многочисленные накопления и сбережения американцев. По своим масштабам ожидаемый дефолт сравним с Великой депрессией. Тропический циклон Мокка обрушился на Мьянму и задел Бангладеш. Пострадали более 700 человек. Скорость ветра достигала невероятных 210 километров в час. Из прибрежных городов началась эвакуация населения. Зафиксированы значительные разрушения и потопления жилых кварталов. В зоне повышенной опасности оказались и лагеря беженцев, где проживает в палатках и временных сооружениях почти миллион человек. В Великобритании уровень продовольственной бедности вырос в два раза за год. В Королевстве проанализировали более 26 тысяч продуктов в ведущих торговых сетях и выяснили, сок, шоколад, вода, рыба, полуфабрикаты и сыр по-прежнему дорожают. Нынешний кризис заставляет многие хозяйства сокращать расходы на предметы первой необходимости. Каждый раз при посещении супермаркетов британцам приходится думать о рациональности покупки. Катар взял на себя обязательство сократить выбросы парниковых газов на 24% и получать почти столько же энергии от возобновляемых источников к 2030-му. Государство на Ближнем Востоке делает ставку на скорейший зеленый переход. Эта индустрия быстро развивается в последние годы благодаря миллиардным инвестициям. На экспериментальных базах ищут и находят решения, чтобы питать экономику в более чистом и экологичном будущем. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бобруиск-360 и я, Ольга Васенда. Новая неделя, новые итоги. Увидимся! Новая неделя, новая неделя, новая неделя.